Возлюбленные, когда мы говорим о законе Божьем, то часто имеем в виду написанный закон. А вы знали, что согласно ортодоксальному иудаизму существует не только написанный, но и устный закон? Это важная программа, поэтому оставайтесь с нами. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Иисус — это цель, о которой говорит еврейское Писание. Иисус пришел не для того, чтобы начать новую религию, а чтобы объединить иудеев и язычников в одно, в Мессии. Отец хочет, чтобы еврейский народ понял, что вера в Иисуса — это не что-то нееврейское. Напротив, так же Он хочет, чтобы церковь ценила еврейские корни своей веры. Поэтому смотрите нас сегодня. Божьи благословения и шалом вам, возлюбленные! Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы обсуждаем, как произошло разделение между иудаизмом и христианством. Это третий выпуск этой серии программ, и это очень интересная тема. Итак, Иисус не пришел, чтобы начать новую религию. Помните, в Евангелии от Матфея, пятой главе, Он сказал, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Но если Иисус пришел исполнить то, что было дано еврейскому народу через пророков, как же так получилось, что мир смотрит на христианство и иудаизм, как на две абсолютно разные религии? Иудеи считают христианство религией отдельной от иудаизма. И многие христиане смотрят на иудаизм как на религию, очень далекую от христианства. Так быть не должно. Поэтому мы с вами вернемся назад во времени и проследим, как эти два движения отделились друг от друга. Давайте для начала попросим нашего Небесного Отца дать нам откровение на эту тему. Помолимся с вами вместе. Отец, мы любим тебя и поклоняемся тебе. Дай нам божественное понимание в Духе Святом. Помоги людям понять, как все стало именно так. А также помоги нам смотреть на Писание через твою правильную призму. Мы молимся об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа и Иешуаха Машиаха. Аминь и аминь. В прошлых выпусках мы говорили о зависти религиозных лидеров и о том, как эта зависть вызвала разделение между движением, которое начал Иисус, и тем движением, которого придерживались иудеи две тысячи лет назад. А еще мы говорили о теологических сложностях. Иисус заявлял, что Он в Отце, а Отец в Нем, и Он, и Отец одно. Он намекал на то, что Он ровня Богу, когда сказал, что имеет власть прощать грехи. Это было бессмыслицей для раввинских евреев того времени, потому что они считали, что Бог настолько запредельный. Скажу так. Они не могли постигнуть приход Бога воплощения. Мы используем термин «воплощение», который означает, что Бог облегся в плоть. И когда Иисус пришел в человеческом обличье и сказал, что Он в Отце, Отец в Нем, и Он и Отец одно, религиозные лидеры тех дней сорвали с себя одежду, считая это ужаснейшей анафемой. И обо всем этом мы говорили в предыдущих программах. Сейчас мы пойдем дальше. Но я очень рекомендую вам заказать эту серию программ, потому что в ней очень много полезной информации. И она поможет вам укорениться в истине. Это главная цель нашей программы, чтобы люди понимали еврейские корни своей веры. И это очень важная серия. А теперь пойдем дальше и поговорим о еще одной причине того, почему христианство отделилось от своих еврейских корней. Она связана с недопониманием термина «иудей», в особенности в Евангелии от Иоанна. Мы знаем, что сегодня в мире много проявлений антисемитизма, и для некоторых людей слово «еврей» — это почти ругательство. Даже сами евреи из-за того, как мир использует слово «еврей», мы часто слышим выражение «грязные евреи». Поскольку слово «евреи» связано с антисемитизмом, то людям больше нравится, когда их называют представителями еврейского народа, а не евреями. И это лишь потому, что слово «евреи» связано с антисемитизмом. А все это уходит своими корнями к недопониманию термина «евреи» или «иудеи» в Евангелии от Иоанна. Сейчас я покажу вам, что я имею в виду. Мы посмотрим Евангелие от Иоанна и выясним, как же он использовал термин «иудей», и как люди, не имеющие полного понимания, могли увидеть в этом антисемитский окрас. Начнем мы с пятой главы Евангелия от Иоанна. В пятнадцатом стихе сказано, «Это говорит Иисус, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям. Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Скажите, кому он рассказал это? Там ведь все были иудеями. Человек, которого исцелил Иисус, был иудеем. Обычные люди, которые были свидетелями исцеления, тоже были иудеями. А здесь мы читаем, что тот человек пошел и рассказал иудеям. Это не имеет смысла, поскольку все были иудеями. Слушайте дальше, и вы все поймете. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Итак, как видите, здесь Иоанн использует термин «иудеи» по отношению к иудейским религиозным лидерам. Услышьте меня. Зачастую Иоанн использовал термин «иудеи» по отношению к религиозным лидерам иудеи. Итак, «иудеи» — это общий термин, обозначающий всех евреев. Но не забывайте, что многие евреи поверили в Иисуса. Помните, когда он вошел в Иерусалим, они стояли вдоль улицы, кричали «Благословен грядущий во имя Господне». То есть многие евреи уверовали в него. Первая церковь состояла из одних только евреев. Но Иоанн использовал термин «иудеи» не по отношению ко всему населению, а конкретно к религиозному лидерству, проживавшему в Иудее. Это видно из Евангелия от Иоанна, 5 главы. Но мы пойдем дальше, и я приведу вам больше примеров. Если вы посмотрите 1 главу, 19 стих, там написано вот что. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «Кто ты?» Иудейские лидеры послали своих агентов к Иисусу, чтобы узнать у него, кто он. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что слово «иудеи» используется здесь по отношению к религиозным лидерам, а не ко всему еврейскому народу в целом. Давайте посмотрим еще раз Евангелие от Иоанна. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи... А какие именно иудеи? Имеются в виду религиозные лидеры. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «Кто ты?» Что я хочу вам показать? Поскольку термин «иудеи» использовался Иоанном в неодобрительной манере, некоторые люди, не понимая, что он имеет в виду только религиозных лидеров, а не всех евреев в целом, развили антисемитский настрой против евреев. Я хочу показать вам еще кое-что. Для этого предлагаю посмотреть уже на четвертую главу того же самого «Евангелия от Иоанна». Напоминаю, что все это взято из «Евангелия от Иоанна». Именно эту книгу мы рассматриваем сейчас. Здесь мы видим, как термин «иудеи» используется в общем значении. То, что Иисус сказал в 4 главе 22 стихе, полностью противоречит антисемитским настроениям. Тут Иисус говорит женщине у колодца из Самарии. Я очень хочу, чтобы вы запечатлели это в своей памяти. Вы, то есть Самарий, не знаете, чему кланяетесь. А мы, то есть еврейский народ, знаем, чему кланяемся, потому что спасение от иудеев. Здесь мы видим, что иудеи – это не антисемитское ругательство. Иисус сказал, что спасение пришло от иудеев. Ну а далее, если вы откроете книгу «Откровения» и посмотрите на 3 главу, там сказано, «Ангелу в филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит». Здесь Иисус описывает самого себя как того, кто имеет ключи Давида. Но когда он говорил об иудейских, религиозных лидерах, которые выступали против него, то использовал совсем другие слова. Говоря о религиозных лидерах, Иисус не стесняется выражениях. Вот что он сказал. «Из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы». Вот мы видим два разных использования термина «иудеи». «Один» обозначает религиозных лидеров, о которых Иисус отзывался уничижительно, потому что они отвергали князя мира. Но не путайте его с термином, обозначающим еврейский народ в целом. К сожалению, так поступают многие христиане и принимают дух антисемитизма. Почему мы говорим об этом? Потому что мы говорим о том, как иудаизм и христианство разделились. Одна из причин — это антисемитский настрой в церкви, потому что христиане неправильно поняли термин «иудеи» в Евангелии от Иоанна. Надеюсь, сегодня вы все поняли. Закажите это учение, и давайте двигаться дальше. Кстати, мое учение доступно и абсолютно бесплатно в Ютьюбе. Мы не хотим продавать вам что-то. Мы хотим служить вам Словом Божиим, и пусть Бог позаботится обо всем остальном и даст нам необходимые финансы. Если Господь касается вашего сердца, то я призываю вас поддержать наше служение, потому что без вас я не могу учить. Но мы, тем не менее, продолжаем. Что же еще стало причиной разделения между иудаизмом и христианством? Это удивительно. Многие из нас не осознают, что современные ортодоксальные евреи, вернее, их традиция, о которой я хочу рассказать, появилась задолго до Иисуса. Вот во что верят современные евреи. И вы это же верили религиозные евреи времен Иисуса, а именно фарисеи. Они верили, что когда Моисей был на горе Синай, он получил не только десять заповедей и то, что записано в первых пяти книгах Библии, или, как их часто называют, «пятикнижие Моисея». Они верили, что Моисей получил не только то, что записано в этих пяти книгах Библии. Ортодоксальные евреи и религиозные евреи времен Иисуса верили, что Моисей получил и другую информацию, которую он не записал, а передал устно семидесяти старейшинам Израиля. О них мы читаем в 24 главе книги Исход. Итак, Моисей якобы получил на горе больше информации, чем он записал, и он передал ее устно семидесяти старейшинам Израиля. Затем эти семьдесят старейшин передали эти традиции всему Израилю. Итак, ортодоксальные евреи верят в информацию, которой были связаны еще евреи времена Иисуса, хотя она и не была записана. Мы видим развитие этой темы в Евангелии от Марка. Трава сохнет, цвет вянет, а Слово Божие пребывает вовеки. Итак, мы говорим о так называемом устном законе. Иными словами, они верят, что закон, которому должен повиноваться еврейский народ, состоит не только из записанного, но и из того, что передавалось устно. Если вы обратите внимание на фразу «предание старцев», то увидите, что согласно Евангелию от Марка 7 главе 3 стиху, в одни Иисуса существовало правило, что вы не можете есть без церемониального омовения рук. Они верили, что если вы не омыли руки и не произнесли особое благословение, то так вы нарушили Божию заповедь. Какой же была реакция Иисуса на это? Она была самой откровенной. Но, тем не менее, я предлагаю вам уже начать читать Евангелие от Марка. Мы посмотрим 7 главу, и начнем мы с 3 стиха. Тут сказано, «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». Если мы продолжим читать, то увидим ответ Иисуса. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». А в 13 стихе Иисус говорит так, «Устраняя Слово Божие преданием вашим». Иными словами, Иисус сказал религиозным лидерам, «Заметьте, что я говорю это со всей любовью и смирением, Иисус сказал, что эти традиции, которые они считали Божьими, полученными Моисеем от Бога, на горе Синай, а потом переданными устно семидесяти старейшинам Израиля, Иисус сказал, что эта информация, которую они считали священной, является всего лишь человеческими традициями. Это вызвало огромный конфликт между мессианскими евреями, следующими за Иисусом, и ортодоксальными евреями, потому что у ортодоксальных евреев очень много правил и законов, которые, как они считают, были получены Моисеем на горе Синай. Но поскольку они не записаны в Торе или в Пятикнижии Моисея, мессианские евреи, и я в их числе, не считают эти правила заповедями, пришедшими от Бога. Скажу со всем уважением, что многие традиции в ортодоксальном иудаизме очень красивые и могут быть очень полезными, если мы будем искать водительство Святого Духа. Я не под законом и не хочу никого держать под законом. Я лишь проявляю уважение к моим предкам и к моей истории. Но Иисус очень четко заявил, что правила, не записанные во времена Иисуса, или не полученные в качестве откровения на горе Синай, это всего лишь человеческие традиции, красивые, порой умные, но человеческие традиции. Тем не менее, начиная с 200-го года нашей эры, иудеи стали записывать эти устные предания. Они записали их, а также создали к ним комментарии. И вместе эти устные законы и комментарии к ним стали называться Талмудом. Он был закончен примерно в 500-м году нашей эры. И сегодня, когда Равин едет в Ешию, или, как ее называем мы, семинарию, то там он изучает многое из Талмуда, из записанной версии того, что когда-то было устным законом. Так что же, предлагаю подвести итог. Иисус не учил тому, что устный закон пришел с горысиной. Он называл его преданием старцев. Помните, в книге Исход, 24-й главе, мы читали, что у Моисея было 70 старейшин. Иисус же сказал, «Ребята, многое из того, что вы учите, вообще не от Бога, всего лишь ваши традиции». Человеческие традиции, предания и истории. Мы, как последователи Иисуса, соглашаемся с Ним, и это приносит разделение между раввинским иудаизмом и последователями Иисуса. Мы следуем за Иисусом, а другие люди следуют за устным законом, которые Иисус назвал преданиями человеческими. Итак, сегодня мы разобрали с вами, что термин «иудей» это общее понятие, обозначающее всех евреев. Но не забывайте, что многие евреи поверили в Иисуса. Помните, когда Он вошел в Иерусалим, они стояли вдоль улиц и кричали, «Благословен грядущий во имя Господне!» Мы увидимся с вами через неделю на программе «Узнавай еврейского Иисуса». И продолжим эту тему. Мир находится сейчас в полном хаосе. И единственная надежда для мира — это Бог, создавший Вселенную. И мы с вами являемся Его послами. Мы послы Господа Иисуса Христа. И нам нужно что-то делать, чтобы подготовить мир к Его возвращению, проповедуя Евангелие. Когда вы поддерживаете меня и это служение, то так вы участвуете в подготовке атмосферы для возвращения Господа Иисуса. Иисус сказал, что Он вернется, когда Евангелие будет проповедано до краев земли. Люди все больше и больше осознают, что сегодня нельзя ни на что положиться. Все вокруг нестабильно. Все системы рушатся. Правительства распадаются. Экономические системы рушатся. Рушатся также, к сожалению, и моральные устои. Единственная стабильная вещь — это наш Бог. Он — наша скала. И я прошу вас поддержать меня в проповеди Евангелия Иисуса Христа по всему миру. Возлюбленные, Иисус рассчитывает на нас с вами. Мы — Его уста. Помните, Иисус сказал, «Вы будете Мне свидетелями до самого края земли». Я прошу вас поддержать Меня и служение, узнавая еврейского Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша финансовая помощь очень важна. Мир вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Субтитры создавал DimaTorzok.com мою жизнь. Вы помогли мне увидеть, что мои проблемы можно победить словом, и это полностью изменило мою жизнь. Спасибо вам, Анжела из Иллинойса. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за ним, то он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. На следующей неделе я расскажу вам о том, как Петр и Павел начали присоединять язычников к церкви и как это поспособствовало разделению между иудаизмом и христианством. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Редактор субтитров А.Семкин